всем привет сегодня поговорим о сборочке kde linux pint 32 битная версия я сейчас запущу system bug причем как видите system bug на русском языке и при помощи настроенного мной system bug мы создадим копию посмотрим как она работает итак система грузится то есть каспер тут поставлен 1.340 и заблокирован а вот менюшечка сделано так что все внутри как говорится system bug на русском языке единственный только создает образ у которого входная менюшка на английском но по крайней мере скажем так не кракозябры вот так вот все это дело выглядит вот такая вот симпатяшечка то есть я нахожусь на разделе с которого сделал копию system bug и вот вы ее сейчас видите вот вроде бы куда-то убежала окон очка элементарно взяли убрали и снова поставили вот и все а так как видите все самые необходимые программы значит установлены в частности значит вместо google chrome значит стоит хромиум потому что google chrome прекратил под выпуск 32 битных версий полностью перешли они только на 64 битные делают и значит что у нас тут имеется значит ну вот домашняя значит страничка google.ru значит тут я вам закладочки значит я вам положил сайтик наш ноги всегда можно скачать последнюю версию файлика на команды видео или на вишенку жмите или на фразу команды видео и где можно значит посмотреть всегда последние сборочки значит на сегодняшний день на 21 апреля 2016 года значит что имеется значит ну дебян 32 битная и 64 битные сборки линукс минт значит ценам он 32 и 64 битных имеется закачен значит 32 битный вчера и имеется 64 битный также значит на буду закачивать у меня уже готова 32 битная версия мэйта и готова у меня 32 битная версия на линукс лайт а сейчас закончу с кедами этого 32 еще сделаю 64 и так сказать у людей будет скажем так на полная возможность свободно все это дело скачивать вот таким вот образом значит она единственное что я заметил правда несколько это хлопотно настраивать здесь надо программу значит варите посмотрите сами на пусть это будет вам маленькое как говорится задание ну что мы сборочка получилось скажем нормальная кстати здесь в кедах очень хорошо на реализован механизм разных там эффектов рабочего там стола может ну ладненько значит много что я могу вам эту сборку порекомендовать потестируйте и и посмотрите в принципе на рабочий стол кд и значит ну мы многими людям нравится значит тут дело скажем так на любителя поэтому у вас перевыбор посмотрите что вам будет больше нравится что будет у вас легче настраивается там работать и так далее значит практически но вот здесь вот у меня сделан блокиратор рекламы и вот эта кнопочка позволяет вам обходить ограничение на которое значит правительство хочет на вас наложить то есть запрещая вам посещать определенные сайты вот включаете значит эту штучку и через прокси как говорится идете по тому интернет адресу который вашим допустим любимым правительством был заблокирован ну я считаю что это вопрос скажем очень такой спорный но я считаю так что право на информацию на должно быть доступно каждому так же как воздух и вода то есть все мы люди независимо от того цвета кожи и так далее но все мы говорится пьем воду и дышим воздухом также должна быть свободно и информация это мое личное мнение значит поэтому вот дальше вдаваться подробности не буду могу оказаться не прав на кого как нравится значит дальше что значит очень мощная и хорошая программа значит кута кута 4 фс архиватор на поэтому ядрешком ее и поместил с систем баком но она скажем так вообще все что движется и шевелится она способна взять заархивировать и сохранить или на другом разделе жесткого диска или значит на внешнем жестком диске или на облаке великолепная программа видео уроки по ее настройке посмотрите на моем сайте они есть ну вот таким вот образом значит загрузчики мы с тамарой ходим парой а вот они оба значит присутствуют менеджер программ очень хорошая поддержка на русском языке вот у этого менеджера синапсик еще один источник файлики зебяновские и еще один источник это установка приложений через терминал из консоль так что вот могу вам порекомендовать вот такую вот сборочку для вашего как говорится ознакомления смотрите я думаю что вам она понравится ну и значит о некоторых графических полезняшках значит еще расскажу ну значит есть вот такая вот красивенькая значит панель запуска приложений называется она слинг скол выглядит довольно таки она прилично вот такие вот дает на экран крупные красивые яркие значки особенно там для людей у кого там со зрением не очень тут просто ну как говорится сами видите все работает все нормально значит в любой момент вот на нажали значит кликнули по приложению и она открывается заводить пароль и работаете в нем значит вот таким вот образом на есть хорошенькая штучка такая вот еще на это приложение значит на квартире называется но слайд шоу выглядит она вот таким вот образом кто-то там зашел взяли его нажали и человек будет видеть только скажем экран вашего рабочего стола и бегущие по нему значит красивые слайды значит то есть никто не полезет особенно без вашего разрешения через плечо там подглядывать не будет приятные такие образы значит сделаны с эффектом наплыва поэтому слайд шоу получается действительно очень такое красивая так что можете как говорится им свободно пользоваться в любой момент нажали мышкой по экрану и она исчезнет ну и естественно для любителей значит телевидение вот есть программы их довольно таки здесь много вот посмотрите список каналов тут и российские есть каналы и украинские и на английском языке на то есть вполне такой приличный выбор скучать короче не будете даже находясь на флешке и устанавливая эту операционную систему через system bug на что-нибудь на какой-то раздел жесткого диска можете включить телевизора его спокойненько посмотреть вот таким вот образом но оставится мои сборочки значит поняли уже да сборки ставится через программу system bug значит первый значит если значит вы хотите чтобы имя пользователя и пароль остались такими же на юзера делайте все просто режиме копирования если хотите значит установить новое имя пользователя воздейством там допустим сделали там например не знаю там ну допустим линда сделали корневую папочку парольчик там поставили там по стоп ради бога значит и затем попадаете все равно сюда вот сюда на где вы будете устанавливать эту систему вот укажите на какой раздел вы хотите допустим установить укажите значит тут мои уроки посмотрите там я нервной кратности это дело показывал как все это дело ставится и поставить себе на раздел жесткого диска вот таким вот образом ну ладно я желаю вам всего доброго всяческих успехов и до новых встреч